Друзья, не скажу, что слежу за вашим творчеством, но видел все ваши выступления в прошлом году. Хочу вам пожелать в новом сезоне также расслабиться и кайфовать на сцене. Вот так, с легкой руки Александра Маслякова и остальных членов жюри, команда КВН сборная Забайкальского края ворвалась в высшую любу клуба веселых и находчивых. Это событие ребята решили отметить на малой родине и организовали в Чите сольный концерт. Билеты на него буквально разлетелись, и пока зрители занимали свои места, нам удалось пообщаться с ребятами. На вопросы отвечают привычно, со смехом. Красишься перед концертами, признавайся? Конечно. Чем красишься? Что используешь? Ну, в Чите нет, в Чите мы очень редко. Если что-то прямо такое на лице вылезло, что прям туда, то да. Так, в Чите как бы все свои, всех любим, не красимся. А в Москве, то есть там прям заставляют, тональный крем, там у нас есть гример, который все это делает. Вот, я не знаю, как это все, хайлайтер знаю. Александр Владимирович, вас так швыряют в конце каждого выступления. Всем, наверное, интересно, как долго вот это вот все репетировалось, вот это накручение. Это вообще все с первого раза. Я опоздал на репетицию, как это все началось. Опоздал, мне говорят, ложись. Я лег, и все, и сразу поперли. Ну, просто говорят, выпрямляй спину. И все. И с первого раза у нас все получилось. Травмы были? Да, ребят, подойдите, кто это делал все. Вот, вот они. Один раз мне, в общем, об коленку ударили головой. Второй раз спиной об этот... Третий раз уронили. Все было вот, когда крутили. И падал, и головой, и ботинок с ноги снимали. Все в кучу. Мама у меня очень переживает. У меня мама даже не ходит на эти игры, КВН, потому что она говорит, ой, не надо, тебя там крутить будут. За кулисами нам удалось раскрыть еще одну тайну команды. Оказывается, в самой мужской команде КВН все-таки есть девушка. Правда, на сцене зритель ее не увидит, зато услышит. Представительница прекрасного пола отвечает за звуковые эффекты и музыкальное сопровождение выступлений. Правда, проходит все не всегда гладко. Ну, я на первый концерт не попала в звук. Химич отыграл звук удара без него. Просто пал. Это был мой первый косяк сильный. В Москву, в Сочи ты с ним ездишь? Нет, не езжу. Не берут? Не берут. Из гримерки веселых и находчивых перемещаемся в зал. Здесь выхода любимых юмористов ждут с нетерпением. И с первых же минут ребята радуют публику своей неизменной фишкой. Песней про Забайкальский край. Забайкальский край, очень озорной. Все хотят потанцевать с тобой. Только эту песню принять ни капли не хочу. Кто не плохой, кто не бойся. Не обошли стороной КВНщики и городские проблемы, например, горки на площади Ленина, которые в этом году, по мнению жителей города, мягко говоря, не очень удались. Ребята показали, как четинцы катались на горках в прошлом году. А теперь как катались в этом? Чего за фигня? На концерте провели импровизированную разминку. Команда разделилась на две части и отвечала на вопросы зрителей. Даже маленький сын самого голосистого участника сборной Дмитрия Блохина решил задать папе волнующий его вопрос. У меня папа бурят, мама русская. Кто я? Мотант или человек? Ты, сына, красавчик! Концерт в Чите прошел на ура. КВНщики протестировали новую программу на земляках, надо сказать, весьма успешно. Теперь их ждет высшая лига. И кто знает, возможно, именно забайкальцы в этом году завоюют главные юмористические награды. Полина Харченко, Анастасия Шадрина, ЗАПТВ.